Привет, я Саня Кулинич, а сегодня я сделаю самбуку, хотя анис я не очень-то и люблю, но самбуку можно сделать разными рецептами, и анис, как правило, когда он очень такой слабенький, нежненький, то есть ненасыщенный, он очень даже может понравиться многим. Итак, сегодня мы это и проверим, я сделаю классический рецепт самбуки и самбука экстра, ну в общем сравню и насколько мне понравятся эти напитки. На самом деле я самбуку пробовал и не раз, и всегда она была домашней. Алтайский винокур выпустил авторскую вариацию самбуки, более нежный анисовый аромат, много ботаники, помимо цветов бузины в составе еще и плоды. Внутри пакет с набором для обычной самбуки, маленький пакетик с ингредиентами, обязательно и этикетки для бутылок. В одну банку высыпаю содержимое малого пакета, другую содержимое основного пакета. В большую банку заливаю 700 мл пшеничного самогона крепостью 70 градусов, а в маленькую 300 мл того же самогона. С набором самбука экстра поступаю абсолютно аналогично. Самбука это сладкий анисово пряный, как правило, бесцветный ликер. Оригинальный рецепт напитка предусматривает использование спирта, родниковой воды, хорошо растворимых сахаров, различных вытяжек из аниса и других трав. Основу самбуки составляют эфирные масла, полученные путем перегонки звездчатого аниса и фенхеля. Эти ингредиенты придают ликеру сильный анисовый запах. Некоторые виды самбуки содержат экстракты бузины, мяты перечной, чабреца, горячавки и другие вытяжки. Известно, что одни ароматические вещества готовят путем дистилляции, другие путем мацерации, замачивания в спирте. Но точный рецепт и количество ингредиентов держатся производителями в секрете. Через 5 дней настаивания фильтрую настой первой самбуки. Треть ботаники из большой банки отделяю. Заливаю в перегонный куб 2,5 литра воды. Выливаю отфильтрованный настой. Высыпаю на фальшно ту треть специй. И выливаю содержимое маленькой банки со звездочками. Разгоняю на полной мощности. На 50 градусов кубе снижаю мощность до 1000 ватт. И через несколько минут начинает покапельно отбираться спирт. В кубе стало 82 градуса. Скорость отбора значительно увеличилась. Снизил мощность до 600 ватт, чтобы продолжался покапельный отбор, как требует рецепт с пачки. Ну а пока отбирается простой вариант самбуки, отфильтрую самбуку экстра. К концу отбора пришлось увеличить мощность до 900 ватт, чтобы уж совсем не остановился отбор. В общем нужно отобрать не более 750 миллилитров, что я и сделал и закончил перегон. Вторую самбуку абсолютно идентично нужно перегнать и получить 750 миллилитров спирта. Крепость первой получилась 61,8 градуса после коррекции. Крепость второй самбуки получилась 65,5 градусов. Видимо не спеша больше стекло настоя со специй. В общем обе самбуки разбавил до 47 градусов. Подготовил 350 граммов декстрозы. Высыпал в самбуку и получилось молоко. Пришлось немного нагреть, чтобы декстроза в таком количестве нормально растворилась. Так же поступил и со второй. И отправляю самбуки на отдых. Ну а приступим к дегустации. В общем алтайский винокур для таких вреден как я. Кто не любит они сделали самбуку полегче. В этом плане понежнее. Ну в общем мы это должны проверить. Да и вообще в принципе знаете если набор анисовая есть у алтайского винокура в продаже и не пропадает из продажи. То наверное кто-то и очень даже и любит анис. Ну чаще всего почему-то да встречаются люди которые не очень как бы анису. То есть это получается мы не никакого абсента, никакой самбуки, никакой то. А хотя все же пили абсент, все же пили самбуку. Ну в той или иной степени. Опять же магазинные наверное они конечно могут бы отличаться. Они будут скорее всего такие совсем уж заглаженные. А в этот раз я не стал брать оригинал. Да и я его наверное не найду у себя в городе. Ну не очень то и хочется. Потому что все таки здесь у нас сравнение классического варианта и варианта для вреден. Кстати анис когда он действительно в небольшом количестве еще с какими-то другими ингредиентами гармонично прячется. Например настойка Ерофеич она безумно сладкая без добавления сахара. И присутствие аниса там ничего плохого не сделает. То есть настойка очень зашла. Она очень классная и крутая и буду повторно делать. Ну чисто для себя. Ну вот на видео с этой настойкой конечно же есть. Вот и мы возьмем попробуем эти самбуки. Значит классические варианты с поджиганиями. С жеванием кофейных зерен. Я не буду делать. Как видите у меня есть еще здесь эспрессо налитый. Кофе просто поэтому зерна нам ни к чему. У меня еще стоит какого-то ляда молоко. Значит нарезочка из мяска, сыра и маслин. Ну собственно как бы рекомендуют чем это закусывать. Но опять же все-таки это дежестив в первую очередь. И он как бы вообще после еды выпивается на рюмочка. Опять же потому что как? Ну одна рюмочка наверное больше не надо. Потому что ну нажрешься е-мое в месину. Как я тогда вот после бехеровки за кадром напился. Я выпил очень много вообще. И ух весело мне было. Тем более с долгим таким двухнедельным воздержанием. Ну-с, теперь вопрос. Как у нас это все дело пахнет? Да, вот это мощнее. Здесь прям анис. Анисовый, анисовый. Прям очень анисовый. То есть это как, да, как в принципе. Ну вот настойку анисовую если сделать, да, она так же мощно там пахнет, да. Прям как будто бы 100% и больше тут ничего нет. Анис все перебил здесь вот в данном варианте. А здесь все гораздо мягче. Анис не выбивается. Он непременно здесь присутствует. Хотя, видите, в любом случае, когда ты понюхал что-то мощное, более мощное. То менее мощное, оно всегда уходит на задний план. Но знаете, когда я это все дело выгнал и разбавил и смешал с сахаром, пахло это все гораздо хуже. То есть отдых ароматику улучшает. Оно пахло даже, знаете, неприятно скорее. Не то, что там анисом пахло. Там пахло неприятно какими-то еще другими ингредиентами. Либо все вместе. Так вот, отдых дал свой результат. И я рекомендую вам давать отдыхать таким напитком, таким мощным, ядреным. Опять же, и не только тот джин тот же требует длительного отдыха. То есть не менее двух месяцев. Дать этому всему делу отдохнуть, гармонизироваться. Чем больше терпения, тем вкуснее напиток будет. Ну что, значит нам нужно это дело выпить. Ну да, он у нас немерено сладкий. Он считается ликером, но и в то же время и крепкий. Причем, я почему разбавил все до 47? Ну я так посчитал, что сахар должен так снизить как раз ближе к 42, может быть 43. Ну как бы классическим вариантом крепости Самбуки. Ну, опять же, да, вот это смущает. Ну, давайте выпьем за отвагу. Именно то, что не очень любишь, но хочешь проверить. Опять же, с анисовой, именно обычной классической анисовой, у меня будет, так скажем, научное исследование. Я добьюсь такого, такой концентрации аниса, чтобы было именно вкусно. Чтобы было приятно, потому что я знаю, что он может быть приятным. То есть в определенных концентрациях. Ну, за такую... Пахнет-то он гораздо сильнее, чем на вкус. Во вкус это все даже очень неплохо. И вот и один из вариантов Самбуку запивать молоком. Кстати, я в своем видео, стоит ли запивать самогон, определил, что молоко это самая лучшая запивашка, в принципе. Да, действительно, смешивать не надо, только так. Ну и тем не менее, хоть я и запил молочком, лучше все это дело закусить и песком. И сразу же маслинкой и сырком. Канапешка такая, разделенная получилась. Да, нужно закусывать прям очень мощно. Мне кажется, да, крепость выше даже, чем 43. Но опять же, опять же, если вы любите самбуку, но сделали из набора готового свою самбуку, и вам все-таки кажется, что она может быть какая-то ядреная, островатая, то я вам рекомендую ее разбавлять просто. То есть, берите идентичной крепостью самогона, разбавляйте. Опять же, по сахару, если вы разбавляете, увеличиваете, добавляйте еще больше сахара. Ну и опять же, либо корректируйте, опять же, может быть, может слишком сладко. В данном случае не слишком сладко, сладость вполне приемлемая. Ну, то есть, по ощущениям, эта сладость как раз-таки забила все анисовые остроту, хотя она осталась, потому что очень хочется это закусывать. Вот, ну, еще маслиночку. Сочная маслинка. Очень приятно смывает с языка вкус самбуки. Опять же, я ее пью еще теплой. Это тоже момент такой, потому что нужно все-таки как бы понять в сравнении этот вопрос. И вот второй вариант. Второй вариант. Пахнет нежнее действительно, причем разнообразнее. Да, хоть и у меня сопли, слышно, видимо, даже. Но здесь ароматику я не... ароматы я не потерял. И здесь ароматика настолько мощная, что я не знаю, тут пробьет все напрочь. Вот, ну и теперь интересно, насколько нежнее это по вкусу. Так скажу, если брать анисовую настойку, просто чистую, классическую, обычную, да, где там 100% анис, там тмин, да, еще добавляется, то она хуже гораздо самбуки. Вот то, что я пробовал на фестивале, действительно там просто один анис и все. Здесь же все-таки сладость, она просто вот, да, у нас в запахе все это осталось, во вкусе сладость все у нас гармонизировало. И если бы этот напиток был холодным, то, естественно, он бы пошел еще лучше. То есть вполне себе для любителей этот напиток будет прям шикардос. Теперь вопрос для, вот, тому, для тех, кто хочет понежнее. Вот что у нас получилось. Давайте за нежность. Эх, такая нежность. По зеркалам. Ммм, здесь кажется слаще, хотя здесь было чуть больше самого самогона, то есть, ну, самого вот этой вытяжки, перегнанной, да, чуть-чуть, потому что крепость получилась выше, ну, и сахара здесь получается столько же абсолютно, то есть декстрозы столько же. И он кажется слаще. Ну, почему слаще? Потому что здесь действительно более нежно сделана рецептура. Действительно, здесь анис во вкусе вообще, ну, теряется. Ну, он есть, он есть, вот он сейчас вот в этих послевкусиях, он остается. Но когда пьешь, анис на первую линию не выходит. Тут какие-то еще другие ингредиенты. Они, они еще дали свой вкус. И второй вариант, это еще запивать самбуку кофе. А, самбуку, самбуку можно добавлять в кофе. Ну, я выбрал вариант запить кофе. Это эспрессо. Ароматный, классный, классный кофе. Не кислит, наоборот, даже какую-то сладинку дает, ореховые какие-то оттенки. Да, очень-очень-очень приятно, очень приятно. Ну, конечно, молоком гораздо мягче это все. Кофе все-таки это кофе. Но, когда кофе шикарный, то, конечно, его и без самбуки пьешь с удовольствием. Вот один из таких ширпотребных вариантов кофе. Это пиазо эспрессо форте. Там, получается, арабика присутствует. И, по-моему, 100% арабика пишут на Wildberries. И Вьетнам пишут, что это Вьетнам. Я думал, что это вообще, как бы, ну, совсем далеко от этого. Потому что я один вьетнамский кофе пробовал. Он оказался не очень-очень слабенький, оказался. То есть, не крепкий. Вот. А этот прям шикарный. Он просто... Просто тот кофе, о котором многие говорят, что вы не пили настоящий кофе. Ну, то есть, когда вы берете, пьете черный кофе, эспрессо, крепкий. И вам противно это пить, потому что это горько, кисло и много других неприятных моментов. Здесь же мы чувствуем легкую кофейную горечь, которая должна присутствовать в кофе. А в послевкусии мы уже здесь находим очень даже какие-то сладкие моменты. Вот, говорю, только когда с таким классным кофе, самбук, который ты вроде как вообще, в принципе, не любишь, очень даже классно заходит. Вот. А вот, видите, молоко с более мощной самбукой все равно не покрыло все мощности этих ингредиентов, что мне хотелось закусить. А вот сейчас, после кофе, кофе дало мне, ну, больше наслаждения, да, после самбуки и не дает мне никакого желания прямо сейчас стремиться к закусону. Вот. Ну, в общем, злоупотреблять самбука я не буду, потому что у меня еще память с бехеровкой. Вот. Но, так скажу, действительно, вариант самбуки экстра, авторский вариант толтайского винокура, он интересен тем, что действительно в нем меньше аниса. И это можно пить, действительно, запивать кофе, можно добавить в кофе, можно, ну, также можно все это поджигать, потому что ваше дело вы делаете крепким это все дело. Это будет гореть. Опять же, если хотите еще сделать нежнее этот напиток, вы можете просто разбавить его. Разбавить, с учетом тоже там сахара и все такое. Ну, творчество продолжается. Творчество даже тогда, когда вы покупаете готовые наборы. То есть, вполне, я думаю, что оригиналы, оригинал самбуки отдыхает. Мне кажется, что он будет не такой мощный, он будет слабый. Ну, как-то обехеровка была, что она просто слабее в разы от рецептного вот этого, от алтайского винокура. Ну, опять же, говорю, возьмите, попробуйте разбавить, если вам хочется прям приблизиться именно к варианту оригинальному магазину. Ну, я не знаю, для чего мы гоним самогон, делаем на стойке, чтобы приближаться почему-то к магазинному. Ну, в общем, так вот, это мое мнение. По ссылке в описании вы найдете, ну, самбуку старую, самбуку новую. И остальные наборы для приготовления разных абсолютно настоек, так же, как и классических русских, так же всяких других известных ликеров. И не только, есть даже мононаборы, если чего-то вам не удается найти. В общем, 10% скидка по промокоду Кулинич. И, если ваш чек составит 1450 рублей, доставка по России будет бесплатна. Удачи всем и пока! Субтитры подогнал «Симон»!